Масочный режим предусмотрен и в общественном транспорте. При его нарушении транспорт не будет осуществлять движение. В час пик в общественном транспорте соблюдать дистанцию в полтора метра невозможно. В такой ситуации соблюдение масочного режима жизненно необходимо. Молодой человек, наденьте масочку. Здесь масочки одеваем, пожалуйста. Масочный режим действует в регионе с 1 мая, согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. А с этой недели, с учетом обострения сезонных простуд и высокой статистики заболеваемости коронавирусом, контроль за мерами безопасности усилили. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, втрое увеличено количество бригад для проведения рейдового контроля. Таким образом, количество маршрутов и транспортных средств, которые ежедневно охватывают рейдами, тоже возросло. О том, что садиться в общественный транспорт можно только в средствах защиты дыхательных путей, неустанно сообщают и сотрудники транспорта, и народные дружинники. Тех, кто маски отказывается надевать, мы просим выйти, поскольку они создают риск, угроза распространения инфекции. У меня многие близкие люди переболели коронавирусом, причем очень серьезно, и я очень сильно переживаю, особенно у меня маленький ребенок, я не очень хотела, чтобы он заболел. И водители, и кондукторы получили от городских властей и руководства транспортных предприятий четкие инструкции. Указать на дверь, если пассажир не захочет надевать маску, а если не выходит, не трогаться с места. Вот я накрасила губы, мне неудобно, она ко мне прилипает, мне неудобно. Мы вынуждены будем остановить сейчас трамвай и просить вас одену маску. Если какой-то пассажир будет без маски, и мы будем вынуждены остановить трамвай, то из одного пассажира пострадают многие сотни пассажиров и могут опоздать к месту назначения своему. Мы никому ничего не должны, понимаете? Мы никому ничего не должны. В итоге только в сентябре из наземного транспорта высадили около 200 пассажиров. В метро не пропускают каждую неделю до 300 противников масочного режима. Это и касается автобусов, и троллейбусов, и трамваев. Мы сознаем, что да, мы можем держать всю трамвайную линию таким образом, но здоровье для нас важнее. И наши пассажиры не должны подвергаться риску подхватить какую-то инфекцию в общественном транспорте. Каждый день у всех перевозчиков проводится предрейсовый инструктаж водителей и кондукторов. Ни одно обращение горожан относительно ужесточения мер, поступающие в городской департамент транспорта и предприятия, не остается без рассмотрения. Еженедельно проводится собрание с личным составом. На этом собрании мы разбираем конкретные случаи с приглашением тех водителей и кондукторов, которые присутствовали, которые указаны в этих постах, либо в сообщениях на горячую линию. Горячая линия у нас работает в транспорте. И каждое сообщение, ни одно сообщение не останется неотвеченным, скажем так, без обратной связи. Пока в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, рейды во всех видах общественного транспорта будут продолжаться. Предусмотрено и взаимодействие с полицией. Напомним, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей за невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.